И снова мошенники. Своей целью они опять избрали белореченских пенсионеров. Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике. 6 июня в дежурную часть отдела МВД поступило несколько заявлений о фактах мошенничества в отношении пожилых людей. Схема везде была одинакова. Днем во двор к пожилому человеку заходила женщина, представляясь сотрудником соцзащиты, и сообщала, что ему положена компенсация в 2000 рублей. А вы разменяли деньги? Какие деньги разменяли? Давай сейчас же менять, до 12 не разменяйте и пропадете. Да у меня денег нету, мало у меня денег, еще мне менять. Ну хоть сколько у вас? Пенсионеры отдавали свои сбережения незваной гости, а взамен получали новенькие бумажки, похожие на реальные купюры, но с надписью и дубли вместо привычных рублей. Не давая старикам как следует разглядеть фальшивые деньги, лже-соцработница поспешно уходила. При розыске злоумышленицы следователи использовали служебную собаку, которая брала след, но доходя до проезжей части его теряла. Потерпевшие рассказали полицейским, что внешне никаких подозрений женщина не вызывала. Русоволосая, среднего роста, в возрасте примерно 50 лет, она действительно создавала впечатление работницей соцзащиты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Полиция в очередной раз просит граждан быть бдительнее. Не пускайте незнакомцев к себе в дом. Предупредите своих пожилых родственников. Если незнакомый человек зашел к ним во двор или стучит в дверь, необходимо позвонить вам или позвать более молодых соседей.